Меня зовут Мухина Наталья. Я победительница международного конкурса красоты «Красавица и красавица земного шара» 2023 года. Все началось с того, что меня заинтересовал возрастной моделинг, то есть моделинг для возрастных женщин. На протяжении долгих лет жизни своих, они у меня долгие, достаточно, как говорится, что я растила детей, занималась семьей. Как-то вся жизнь была посвящена им, и это как на сегодняшний день приходит осознание, что я жила чьей-то жизнью детей, мужа, еще и чьими-то, но не своей. И тут вдруг, в преддверии красивого такого возраста, я думаю, а почему нет? Дети выросли, все хорошо, почему бы не попробовать, не исполнить те желания, которые когда-то хотелось, послушать себя, какая ты есть на самом деле. Я увидела рекламу Академии моделинга для взрослых женщин Марины Кабадарян. Я думаю, о, замечательно. Я всегда была такая умная, а почему не побыть еще и красивой? Все окружающие, близкие, ну как-то очень так поглядывали странно. Зачем тебе это надо? Ну ты опять, как всегда, не как все. Потому что у меня как-то вот через всю мою жизнь проходит такое, что мама, вот я что-то делаю или говорю, или какие-то у меня действия. Она говорит, слушай, ну ты как не нашей породы, что ты не как все. Я говорю, ну я вообще не хочу быть как все, я хочу, как я хочу. То есть очень часто все-таки, невзирая ни на что, вот оно какое-то идет, внутренний позыв изнутри тебя. Вот. И я решила попробовать, и невзирая на то, что окружающие на меня очень странно смотрели, кто-то, может, у виска крутил, кто-то не понимал меня, зачем тебе это надо. Я говорю, вы знаете, это лично нужно для меня, для моей какой-то уверенности в себе, уверенности в своей женской красоте, ну и вообще для хорошего настроения. Почувствовать себя реально красивой, настоящей, женственной. Пройдя обучение, это было 4 месяца обучения, вот мы попадаем в клуб для женщин, вот, и там уже нас приглашают как моделей, какие-то предложения, участие в конкурсах. И вот, опять-таки, просматривая предложения нашего клуба, я увидела предложение поучаствовать в международном конкурсе красоты. Я думаю, ну почему бы нет? Как-то вот что-то щелкнуло, я говорю, почему бы нет? Я участвовала в возрастной категории 41-51, то есть в каждой возрастной категории была своя королева. Вот, и неожиданно для себя я победила в этой возрастной категории и стала красавицей земного шара 2023. Приходилось очень много тренировать дефиле, и нужна была подготовка творческого номера. Это очень-таки новые для меня вещи, то есть поиск себя каких-то творческих, что я могу показать, какое во мне есть творчество. Самое главное, это вот ты начинаешь заглядывать в себя, то, что за те годы мне не удавалось. То есть это нужно заглянуть в себя, почувствовать, какая ты, что бы ты хотел, как ты хочешь себя показать, через номер, через выход, через творческий номер, через дефиле, через презентацию, чтобы люди тебя увидели, какая ты на самом деле, что ты из себя представляешь. Наверное, каждая женщина в душе, она знает, что она красива, что она привлекательна. Что она женственна. Но мы об этом забываем. И каждой, ну, как каждой женщине, наверное, нужно признание со стороны, чтобы она реально оценила и поняла, что она действительно красива, что она действительно, в ней внутренняя красота. Наверное, вот так. Раздается звонок, там такая достаточно возбужденная женщина, женский возбужденный голос мне говорит, «Здравствуйте, Наталья, мне срочно нужен наряд сейчас. Мне сейчас нужна рубашка, мне нужны брюки, мне нужно платье. Можно, пожалуйста, к вам приехать?» Я, ну, пожалуйста, приезжайте, но у нас все под заказ. Приезжайте. Я понимаю, что там что-то срочное случилось, прям все, потоп. Раскрывается дверь, распахивается дверь, заходит Наталья. Я говорю, ну, что мы будем делать? Она говорит, нужно какое-то платье, рубашка и какие-то брюки. И я думаю, замечательно. Когда Наталья сказала, что это для конкурса красоты, я почувствовала, что на нас лежит огромная ответственность для того, чтобы украсить и так природную красоту этого человека. Нужно еще и показать, что наши белорусские женщины самые красивые. И когда эта ноша легла на мои руки, безусловно, волнение присутствовало. Счет был буквально на пару дней, там у нас была меньше недели. Нужно было шить и брюки, и платье. И платье было по меркам Натальи. И она сказала, что я, возможно, еще похудею. Что она и сделала. И платье нужно было еще чуть-чуть. Она пришла на примерку. Естественно, постройнела. Платье стало чуть-чуть большевато. Я уже немножечко тоже в стрессе находилась, что нам нужно еще его чуть-чуть ушить. Мы его ушили, в итоге все получилось хорошо. Я помню, как она стояла в примерочной. И мы вдвоем обдумывали, как можно обыграть это платье. Я говорю, ну, наверное, жемчуг нужно для того, чтобы подчеркнуть, во-первых, статус Натальи. Во-вторых, ее красота. Она такая жгучая брюнетка. И жемчуг как ни на ком на ней будет прям восхитительно выглядеть. Что она и сделала. Она надела прекрасные жемчужные бусы, шляпу с вуалью. Предстала так перед жюри. И я уверена, что покорилась с первого взгляда. Ну, не шопоголик, но моду я люблю. Да, я люблю ходить в магазины. Даже если ничего не покупаю, но шопинг – это как лекарство. А в ожидании исполнения 50 лет – это для меня какой-то был ужас, можно сказать, катастрофа. Думаю, боже мой, 50 лет, все, жизнь закончена, что я буду делать? Как? Шестой десяток – это же просто катастрофа. А потом я, когда пошла в Академию моделинга, посмотрела на женщин, какие туда женщины приходят. Пообщалась с ними, позанималась. И я поняла, что очень много женщин в 50 лет просто превосходно выглядят. И они хотят выглядеть. И это замечательно. То есть то, что было раньше, в 50 лет, это бабушка-бабушка уже считала, что ты уже там… Ну, как бы вышла в тираж, я не знаю, как это правильно сказать. Должна растить внуков, сидеть дома, не знаю, сидеть на лавочке во дворе. Сейчас такого нет. И я очень этому рада, что времена меняются, и женщина в 50 лет, она выглядит совершенно по-другому. То есть молодость продлевается. То, что я делаю для того, чтобы выглядеть хорошо, конечно же, это я слежу обязательно за питанием. И это работа с диетологами, с нутрициологами. Какой-то небольшой промежуток времени, где ты обучаешься, где они тебе говорят, как правильно, как надо. Отрабатывается эта система, и потом они тебя отпускают в реальную жизнь. Ты уже научился, ты уже знаешь, как это применять в повседневной жизни. Причем это без ограничений. Одно из блюд, которое я предпочитаю на завтрак, это шакшука. Она достаточно полезная, и часов на пять получается, что ты не голоден. Это очень питательно и полезно, и достаточно по калориям для хорошей фигуры. И, конечно же, это физическая активность. Без спорта, без физической активности, как ни крути, ничего не получается. Лично у меня я очень люблю пешие прогулки утром и вечером. И это обязательно у меня два раза в неделю акваэробика. Но я для себя нашла такие варианты. Иногда хожу на танцы или на йогу. Недавно, как модель, я уже успела побывать на нескольких показах. Хотя моя модельная карьера, всего лишь я в ней полгода. И недавно я вернулась в неделю моды в Дубае. Я работала там моделью. Незабываемый опыт, прекрасные впечатления. И сейчас есть несколько предложений поехать опять в Дубай, в Милан, в Париж. Вот я тренируюсь, готовлюсь, и хотелось бы мне тоже там побывать. И мне это очень нравится. Потому что это позволяет держать себя в форме, в тонусе, хорошо выглядеть. Я сейчас самодостаточная женщина, которая на сегодняшний день живет так, как ей хочется, по душе. Свободная женщина, которая в творчестве и вдохновленная с тем, что с ней происходит. Я надеюсь, что я встречу свою любовь. Конкурс послужил какой-то вот такой отправной точкой к новому пути, к новой жизни. Причем неожиданно. И в итоге я там оказалась. И я поняла, что женщина красива в любом возрасте. Она может быть молода в любом возрасте. Самое главное – ничего не бояться. Идти в неизвестность. И жизнь, так скажем, преподнесет себе какие-то новые сюрпризы. У меня получилось так, что я вышла на путь, на дорогу, которую я никогда не думала, что я буду на этом пути. Хотя когда-то, в юные годы, мне очень хотелось, мне нравилась мода, мне нравилось красиво одеваться. Я сама себе в какой-то момент сшила одежду, причем необычную одежду я себе сшила. И где-то я всегда мечтала выйти на подиум. Но в те годы были очень жесткие рамки моделинга. И, видимо, сейчас, когда я решила, что я буду исполнять все свои мечты и желания, которые когда-то я не сделала, что-то вот перещёлкнулось. И они стали исполняться. То есть на сегодняшний день я в моделинге, где нету жёстких рамок. И наоборот, чем нестандартнее модель, тем это даже лучше и интереснее. То есть сейчас интерес к нестандартным моделям, к моделям возрастным. И вот я на новом пути моделинга. Мне очень неожиданно, я никогда не думала, что я буду здесь. И мне это очень нравится. И да, оно волнительно, оно необычно. Но когда ты одеваешь дизайнерскую одежду и выходишь, вот просто ты внизу, подготовка, когда ты готовишься, ты очень волнуешься. Прямо, Боже мой, зачем, зачем, зачем? Мне очень волнуетесь. Но когда ты одеваешь одежду и ступаешь на подиум, опять что-то включается. И ты просто получаешь кайф от этого. Ты просто наслаждаешься этим. Мне нравится сейчас вот моя жизнь, что с ней происходит. Я кайфую в свои 50 лет. Я очень счастлива. Я очень счастлива. Мне очень счастлива. И я очень счастлива.